здравствуйте друзья мы с вами в лос-алтос на опенхаузе вот дом который мы с вами видим беленький вот это то что предлагается света что там есть расскажи здесь 6 спален так пять с половиной четыре с половиной туалета ухты площадь этого дома 430 квадратных метров а так с виду не скажешь морю глубину надо на большой лот и очевидно как какого размера участок 15 половиной соток у 5 миллионов ну света достойность и народу сколько за 5 миллионов ты их не отпугнешь вот это дом угловой мы видим дом угловой слушай нет ощущения что вход вот отсюда такое ощущение что прямо фото отсюда река бы несколько входов вот тут с одной улице с другой улице там табличка стоит такая со стрелочкой говорит давайте там на ту сторону ну я понял так вот слышит такое ощущение что дома как бы два входа мы пойдем посмотрим если нас не прогонят с камерой я начну может быть немножко необычно как бы закутка такого вот бокового мы видим вот участок такой корой присыпан и травка растет слева дом и там дальше тоже дом вот давайте я пройду немножко вдоль по этой самой шелухи по коре толченые которые здесь насыпаны вот отсюда видно более менее весь дом как бы изнутри вот одно крыло это гараж вот то что мы сейчас видим с вами это гараж потом что-то там из дома и потом вот справа еще такое крыло поэтому он такой как бы большой получается давайте раз уж мы тут оказались заходим с гаража давайте я покажу чего тут вот люди которые в курсе пусть значит соображают такое хозяйство небольшое так ну наверное первым у нас будет гараж вот это гараж сейчас зайдем вот такой гараж по две машины это с боковой улице въезд вот то что мне казалось что отсюда еще один вход это был гараж ну и там еще тут ведь как когда дорогие дела пригласили в такой буфетик небольшой раз по и там разливают ликер чьи муж кофей кушать возьмем ты нас не пьешь только так давай зайдем сюда тут у нас как игровая комната детки так не просто детки туалет туалет ванная она с этой душ вот это видимо гостевая комната такое у меня впечатление шкаф вот им козы от полы дверь в горах вот там только что были вид на боковую улицу довольно широкий коридор на самом деле в старых домах он был бы существенно более узким так тут у нас что тут у нас стиральная сушильная машина должны были бы быть со временем появится и задолжим убывальничек по хозяйственной части это дверь наверное ну да вот это я принял за вход вот это действительно выход на боковую и тут вот вы видите драйввей тропочка вот по этой тропочке бетонный значит мы заходим в дом я не ошибся так оно и есть вход так идем дальше так а тут что такое какой-то чуланчик я бы сказал ну да он такой высокий но в общем то даже я не понял что здесь такое происходит вот мы попали на кухню хорошо хорошо я сниму можно сказать что это кухня говори громче это мрамор нет это похоже на мрамор да это похоже на мрамор на цельный кусок ну это так не куда если что я не уверена может быть это гранит такой он похож на мрамор правильно было бы гвоздем поцаровать но мы не будем потому что мы не будем так вот такая дверь гармошкой дверь гармошкой одна и рельсики да рельсики там у нас так вот тянешь ага вот здесь уже нет ничего просто дверь тут может как бы опенхаус можно совместить с посещением кофешопа так вот это показывает да ну да а так открыл и все на улице у нас обычно всегда все вот двери закрываются сеткой да потому что здесь сетки нет вот и здесь закрыть это просто очень тяжело и поэтому все комары и мухи все это будет из дома это очень неприятно а вот люди смотрю очень положительно относятся к тому чтобы там чего-то выпить закусить в смысле кофейного но это дом совершенно другого качества здесь хорошие деревянные окна и примерки покажи деревянные окна они деревянные это не металл вот это нет это пластика вот это дерево понял и они таки на него деревянные подороже будут музыка я хочу сказать ребятам вот музыка которая играет не просто так играет там сидит человек давайте мы подойдем вот его видно уже в зеркало это покажем ничего себе ракушка какая такая простая рыцарская обстановка значит еще раз вот там кухня здесь такое партийное можно сказать место люди гуляют прямо даже грустно что мы не взяли кофейку но мы возьмем еще пошли во внутренние покои светик подойди сюда так это внутренний покой номер один это спальня может быть там просто hook up ты можешь поставить либо тут либо там вот получается шкаф вот здесь вот этот ну покажи ну да да это правда это правда ну давай это самое заглянем сюда друзья дом большой вы видите мы снимаем это методом непрерывной съемки потолки высокие все такое прикольное хороший я бы сказал душевный карпит но немножко такой гостиничный я бы сказал вот в отелях такой стелец ну хорош в отелях живопись конечно вот так вот видите как оп видите наверху свет проникает и вот это вот отделочка света у меня тоже такие любят только она меня что-то последнее время вертикально ставит еще спаленка А тут еще по всему дому ходишь? Ой, слушайте, тут прям теремковое такое. А, смотри, смотри, теремок, кассидрол у нас называется, капитральный. Надо сказать, что этот дом тоже не отличается таким богатством отделки, но он смотрится настолько приличнее, чем тот дом предыдущий. Слушай, а у тебя нет ощущения, что вот такой карпит в отелях лежит? Нет, в отелях попроще, вот этот же мягкий, а в отелях такой буклированный. Но чисто внешне вот он такой? Ну, это дорогой карпит, да. Но видно, что здесь все как бы без излишеств, но со вкусом. А вот этот окошечко наверху такое? Нет, здесь все, вот понимаешь, как здесь все и покраска более эстетичная, и уж качество работы, вот вокруг окон, как все прокрашено, потому что уже аккуратно. Тоже есть, конечно. Сколько он стоит, они сколько хотят сделать? Пять или восемь? Нет. Пять или восемь? Пять. Пять. Пять миллионов? Ну, только пять, да. Пять, не восемь. Ну, лишь окна аккуратные, все прокрашено, все замечательно. Гораздо устало, как это не было неприятно. Это вот тоже два миллиона, знаешь, два миллиона, пять. Кажет больше на целых три миллиона, но если уже все это запредельные какие-то цифры, то… А открой-ка шкаф, я посмотрю, что внутри. Тоже высокие двери, все очень мило, что внутри. Самый обычный шкаф. Я бы сказал, пространство наверху, практически недосягаемое, но не потому что шкафа нет, а все равно не залезешь. Да. Мы делали тогда двойную. Здесь маленькую дверь, здесь еще дверь. Помнишь? Да. Так, я боюсь, знаешь, что мы будем ходить-входить, и всего не увидим. Он очень большой. Спален, 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 спален. Так. Ох ты. Сейчас. Боже, что это? Это booking closet. Это шкаф? Это шкаф. Ничего себе. Для красоты. Он тут, на самом деле, действительно говорит и чувствуется. Большой козец. Большой все. А вот ванная, друзья, ванная. Смотрите как. Тут на полу плиточка такая керамическая. Ванная. Айди, господи. Так вот, можно сказать, заседаешь там и, ну даже не знаю, все-таки на улицу смотреть не получается. А здесь какое-то совершенно простое, я бы сказал, бездарно используемое место. То есть никак не используемое. Ну а как это теперь нужно использовать? У нас тоже большая такая же ванная используемая. Это правда. Друзья, у нас тоже самое. Скамеечку поставить. А, сейчас скамеечка будет больше смысла, да. А вот там народ на улице балдеет. Смотрите, хорошо. Нет, ну здесь все аккуратнее. Посмотрите, вот ванная даже, я не пойму, тут стенки что ли, это другого цвета стенка или они одинаковые? Они другого. Может быть, свет так падает, что кажется, что другого, но нет, наверное, все-таки одинакового цвета. Слева и справа. Ну аккуратно. Совсем другое качество, конечно. Да. Ребята, пять миллионов, это не то, что два. Вот, тем более, вот и туалетик, смотри, такой отдельно, дверка отдельно, чтобы так. Ну у нас тоже так. Света, мы не претендуем на такие суммы. Так, тут вот еще что-то. Тут, видишь, эта единица с кроватом потерялась. Ты знаешь, вот в гостинице вот эта вот приставочка, я знал бы для чего, это чтобы чемодан положить. А здесь я тебе скажу для чего. Ну. Когда ты стоишь в кровати, тебе нужно носки одеть. Да. Ты садишься, не в лонжи садиться, садишься на нее и одеваешь носки. Понял. Без чемодана все. Но здесь просторно. Да. Такое ощущение, что это еще одна гостевая какая-то комната. Нет, это самый главный мастер в этом. Это? Это самый главный мастер в этом. Как же шикарно с этим на улицу. Ну-ка сядь вот в это кресло. Скажи, удобно будет? Ну давай тогда держи камеру, я сяду. Я должен знать. Ты же стейчинг. Это никакого отношения к делу не имею. Ну все да. Жизненопыт надо приобретать ему что-то. Ну и сколько если развалится, знаешь. Если только развалится. Так вот или засидеть я не возьму. Не, ну это просто для красоты. Поставим так, чтобы эстетично было и все. Ну в принципе здесь все правильно сделано. Я не знаю. Правильные размерчики этой комнаты. Все хорошо. Ну что, мне кажется, мы весь дом обошли. Да, мы обошли весь дом. Давай мне камеру. Долайкет. Мне кажется, здесь больше любопытствующих, чем те, кто реально есть. Наверное, наверное. Посмотреть за пять миллионов все хотят, а за 800 тысяч никому не интересно. А за два миллиона никого не было. Не было. Светик, пойдем, может, кофейку дремнем, раз мы уже потратили столько времени. Я хотел попить кофейку. Разговаривай со мной вежливо. А то наши зрители подумают, что ты именно пренебрегаешь. Тихо. Светочка, скажи, пожалуйста, в целом вот этот дом, я понимаю, что это не дом для, скажем, семьи из двух программистов. Это подороже будет. Это для двух фаундеров. Ну или для любых программистов, которые, допустим, работали в Фейсбуке, а потом разбогатели. Вдруг. Вдруг. Ну вот все-таки. Так что все-таки? Твое впечатление об этом доме? Ну хороший дом. Ну что тут говорить. Хороший дом на большую семью, на много детей. Отдельный, есть с отдельным входом отдельный суит со своей стиралкой. Можно там поселить бабушку какую-нибудь, няню, няню. 5 миллионов дом. Это значит, что за него надо платить в месяц. Все, я поняла. В месяц. В месяц. Нет, я поняла про этот юнит в ландре. Налог на собственность. Соответственно, это 60 тысяч в год налога на собственность. Да. Слышишь, вот там вот отдельный вход, то что ты сказал, отдельный вход, да? Там со стороны гаража есть отдельный совершенно юнит со своим туалетом и со своей стиралкой и сушилкой. Я так полагаю, что там должна жить няня, которая в отдельной машине стирает свои вещи и ухаживает за всеми этими детьми, которые находятся в доме, в этих многочисленных бедрумах. Угу. То есть поэтому два хукапа. Да. Ну что же, а так чисто внешне, вот в нем нет помпезности. А сегодня нет. Сегодня наоборот индастриал такой стиль в моде, когда все очень просто. Много света, много окон, много воздуха. Осторожно. Угу. То есть наш дом в Лос-Алтас был такой как бы более понтовый, да? Вот в этом как-то сельское такое есть. Вот как будто мы где-нибудь с тобой там в Луизиане. Они, да, они пытались, это я уже говорила, что сити разрешает определенный внешний вид этого всего, да? Да. Он не должен выделяться среди окружающих домов. Если ты посмотришь, вот это все новые дома вокруг, но они все сделаны в таком традиционном стиле. Здесь в Америке в дорогих домах не приветствуется полностью вот такой уже индустриальный стиль. Есть элементы какие-то, да, большие окна. Нет, тут старья полно смотрят. Ну, есть старье, но вот это уже все много. Ну, да, да, справа строится большой дом. Но оно должно все время быть выдержано вот в каком-то таком определенном стиле, поэтому в этом доме много компромиссов таких. Есть элементы уже модернового и нового, там светильники, все, но в целом дом выполнен в таком традиционном стиле. Деревья хорошие такие, взрослые. Они их умудрились сохранить, не обидеть. Ну, что же, я думаю, что мы с удовольствием посмотрели, правда? Да, да, это очень приятно. Все, друзья, до новых опенхаузов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok